МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула изменится. Цена билета за наличный расчет составит 28 рублей. Повышение тарифа одобрил городской координационный совет по ценообразованию. Подробности у Татьяны Голубевой. Если стоимость проезда не менять, общественный транспорт встанет. Это один из главных аргументов перевозчиков. Тем более, последний раз тариф повышали в январе 2019 года. За это время был большой рост по топливу, по запасным частям, по материалам. Вот могу привести пример, что в предыдущий тариф мы закладывали топливо чуть ниже 40 рублей. А сейчас она уже где-то по расчетам почти 48 рублей. Конечно, перевозчики просили поднять тариф на проезд совсем в другой ценовой категории, вложив туда и затраты на замену старых автобусов новыми. Чтобы ездить на новых, иметь возможность покупать новые автобусы, обновлять, тариф должен быть гораздо больше, чем 28 рублей. А именно в районе от 35 до 39 рублей. Руководитель Горэлектротранса предлагал повысить проезд до 37 рублей. Его аргументы тоже весомые. Подвижной состав изношен на 98%. Запасных частей и материалов для восстановления вагонов требуется все больше. К тому же из-за низкой зарплаты люди буквально бегут с предприятия. Например, кондукторов у нас на сегодня не хватает 136 человек. Водителей 60 человек. Нужно прекратить текучесть кадров. Кстати, в новый тариф заложили повышение зарплаты. Говорят, на 10%. И еще на 5 рублей больше придется платить лишь за наличный расчет. По электронным транспортным картам цена за билет повысится на 3 рубля. К тому же сохранятся льготные проездные для пенсионеров, школьников и студентов. Тариф повысится, скорее всего, не ранее 1 ноября, после подписания постановления администрации Барнаула. Татьяна Голубева, День с толком. Сегодня в Заминогорском районе выпал снег. Жители делятся впечатляющими кадрами и любуются первыми сугробами. Но радость зимы ощущают не все. В некоторых районах края по-прежнему ждут тепла. Так жители села Михайловское живут с обогревателями. Как-то они перекрыли и на половину деревни пустили отопление, а на пол деревни до сих пор отопления по сей день нет. Вот, допустим, мы в стадик номер один ходим, у нас на данный момент в группе всего 13 градусов тепла. Вот у нас в центре, в микрорайон Ленинский, еще это все роется, еще это все делается. Ямы до сих пор разрыпит все. И даже вот в квартирах, где отопление дают, это, соответственно, прорывы. В стадиках они своими силами воспитатели сами скрывают воду за батареи. В августе администрация района заверяла нас, что к 30 сентября ремонт теплоседей будет закончен, чего сделано не было. Мы ждем комментария властей. Тем временем мерзнут и на других территориях. По данным Минстроя, не готовы к холодам три района – Михайловский, Третьяковский и Хабарский, где тепло пришло еще не ко всем учреждениям. А вот жители барнаульского села Лебяжий наконец-то начали согреваться. В батареевых домах потеплели спустя неделю после нашего репортажа. Напомним, четверть века назад жители пригорода построили себе теплосеть и сами ее обслуживали. Но последний порыв люди устранить не смогли. Две недели оставались без тепла, после чего обратились в нашу редакцию. После визита съемочной группы администрация Лебяжьего приступила к ремонту магистрали. Сейчас тепло в дома пришло. Дождались тепла и в Барнауле. Правда, некоторые жители оказались этому не рады. После запуска отопления в нескольких квартирах Барнаула забил горячий гейзер. Валентина Аскерова продолжит. Вот посмотрите, что у нас делается-то. Запустили отопление наконец-то. Этот запуск жильцы запомнят надолго. В квартиры хлынул кипяток. Мы собрали 15 ветер воды, может быть, даже больше. То есть вода, вот Лебева Борисовна помогала нам, вода была горячая. Я в прошлом году его делала ремонт, но, короче, ремонта уже нет. Вот диван, пожалуйста. Я диван мокрый, стелю кремат и сплю. Потолок в подтеках, обои отошли. Ущерб на сотни тысяч рублей, как у Элины, так и у соседки Надежды. Видите, как уже повело его? Он уже разбух. Вот видите, все основание. Здесь тоже была вода. Я не плескалась. Все повело. Старшая поддома Людмила считает, что потопа бы не было, если бы управляющая компания подготовила дом к запуску. И когда начали запускать отопление, во всем доме оно оказалось, а в первом подъезде, где у нас потом случился потоп, один стояк не запускался. И мы с жителями, вот инициативной группой, полезли в подвал. И обнаружилось, что этот стояк не запускается, потому что там нет трубы, которая должна быть к отоплению подключена. В управляющей компании ДС-1 нас заверили, что провели ремонт труб и опрессовку. А по поводу порыва, который совпал с запуском тепла, директор сказал, что компенсации ждать не стоит. Не за что. А кто виноват? В 15-й квартире, в которую зашли, открыли кран. У нас такие случаи бывают. Люди батарею летом снимут и не поставят. Поэтому мы пишем объявление, что уважаемые собственники, с такого числа происходит запуск отоплений. Просим вас закрыть краны и тому подобное. Но есть нюансы. Объявление предупреждало о запуске 21 сентября. А тепло отдали спустя неделю, рассказывают люди. Юристы в этой истории советуют жильцам искать правду в суде и уже там выяснять, кто кого предупреждал и почему собственники не перекрыли кран. Валентина Скерова, Андрей Печоркин. День с толком. Барнаул медленно, но уверенно идет к санитарной катастрофе. Для города изменились правила по обращению с твердокоммунальными отходами. Тариф стал немного ниже, ниже стал и норматив по накоплению отходов на человека. И это проблема. Мусорные площадки уже не справляются с объемом отходов. Слово Артема Гусельникову. С каждым днем Барнаул все ближе к санитарной катастрофе. Число жителей не изменилось, а вот мусора заметно больше. Пакеты с отходами уже вышли за пределы бака. Обозленные жители нашли виновного. В первую очередь это управляющая компания, а потом уже дальше все зависит. В первую очередь это управление. ЖКХ у нас как бы плохо работает. Но не все так просто. В июле из-за смены регионального оператора по обращению с ТКО власти пересмотрели нормативы и внесли изменения. В Алтайском крае введен новый норматив на твердые бытовые отходы для Барнаульской зоны. Теперь вместо 180 литров на человека положено вывозить лишь чуть более 120. Так потенциал накопления мусора барнаульцев почти сравняли с жителями других населенных пунктов. Им все это время полагалось производить в месяц 121 литр отходов. При установлении новых нормативов были проведены замеры, которые показали отсутствие разницы между количеством мусора, образуемого жителями Барнаула и других территорий края. Что именно замеряли неизвестно. В управляющих компаниях говорят, что к ним за статистикой не обращались. Иначе бы они рассказали, что объем отходов лишь растет. Проблему обострил и еще один фактор. С 29 сентября начал действовать новый тариф на ТКО. Для жителей многоквартирных домов Барнаула плата стала немного меньше. 54 рубля вместо 60. Для жителей частного сектора наоборот подросла 56 рублей вместо 40. Все в пересчете на новые нормативы накопления отходов. 120 литров мусора в месяц для хозяина квартиры высотного дома, 125 для частного. Именно после этого отмечают барнаульцы вывозить мусор стали хуже. Управляющие компании в ответ на снижение норматива треть мусорных баков убирают или переворачивают. Пакеты копятся рядом. Пока мусор на пол накидают, снова подбирают, снова накладывают и снова все получается то же самое. Все время мусор и мусор и мусор и грязь. Вот эти вот истории с переворачиванием баков, с сокращением их количества, но это неправильно. И в принципе у нас регулятор не говорил о том, что давайте одновременно с уменьшением норматива уменьшать количество мест складирования. Кроме того, места складирования у нас еще и количество баков на них. Они регламентируются и санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиями. Люди вынуждены выбрасывать отходы на землю рядом с этой контейнерной площадкой. Кто их будет убирать, тоже большой вопрос, потому что да, город Барнаул имеет опыт так называемой зачистки вот таких несанкционированных свалок, но на муниципальной земле, на неразграниченной территории, а сейчас это фактически те же собственники управляющей компании вынуждены изыскивать средства. Пока коммунальщики находят средства на вывоз мусора сверх нормы, в основном за счет строки текущее содержание дома. Жители сейчас тоже нам они отказываются, они говорят, почему мы должны платить еще за мусор из текущего содержания, то есть по сути из тех денег, на которые содержится дом. Почему дополнительно должны платить? Соответственно, мы пытаемся им это объяснить, доказать, но не все жители идут, конечно, навстречу. В перспективе это конфликты с жителями и убытки компании, поэтому решать проблему нужно комплексно с жильцами, коммунальщиками, регоператором и краевыми властями. В последние дни идет разговор о проведении круглого стола, где бы встретились все участники процесса. А если разговор не получится, вариантом решения проблемы станут судебные тяжбы. Так, уверяют ВНФ, удалось отстоять смену норматива на потребление воды. Правда, процесс тянулся несколько лет. Во что превратится город за это время? Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае за год выросло количество миллиардеров. Сегодня об этом сообщили в налоговой службе. О своих доходах свыше 1 миллиона рублей заявили более 10 тысяч налогоплательщиков. От 1 до 10 миллионов рублей почти 10 тысяч человек. В основном это физические лица. Доходы до 100 миллионов рублей уже значительно меньше. 395 жителей края. От 100 до 500 миллионов рублей и 63 налогоплательщика. На следующем уровне доходы от 500 миллионов до 1 миллиарда. 7 налогоплательщиков. Кстати, на 4 человека больше, чем в 2020 году. И золотые лидеры декларационной компании 6 налогоплательщиков с доходом от 1 миллиарда и выше. Причем в прошлом году налогоплательщиков миллиардеров было трое. Миллиардеры у нас в этом году как никогда сложились традиционно все со статусом индивидуальный предприниматель. Прошлые года, помните, вам говорили, были и физики, были и ценные бумаги, все прочее. В этом году все ИПшники. Все они занимаются производством. Если быть точнее, молочным производством, переработкой сахара, рыбы, а также торгово-закупочной деятельностью. В целом, по данным налоговой службы за 2020 год, имущественный налог на жителей края составил 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Как и годом ранее, основная доля начислений приходится на транспортный налог более 2 миллиардов рублей. Его должны оплатить 513 тысяч жителей региона. Налог на имущество по краю составил чуть более 1 миллиарда рублей. Этот налог касается 908 тысяч жителей края. Научить молодых врачей общаться и лечить пожилых, а еще наладить взаимодействие с социальными службами. Это задача проекта, который реализуется в 10 регионах страны, в том числе и на Алтае. Сегодня подвели его промежуточные итоги. Любой старческий синдром это скорее всего уже то, что появилось и уже не уйдет. Это практически всегда неизлечимо. Это требует постоянного наблюдения, постоянного сопровождения. А наша медицина не очень к этому готова. Готова к излечению болезни, но не к сопровождению, что называется, наблюдения организма. В первую очередь это касается первичного звена здравоохранения терапевтов. Чтобы молодые врачи оставались в больницах и могли помочь пожилым, в рамках проекта организовали систему наставничества. Эксперимент проходит в двух больницах края, Первомайской ЦРБ и Третьей горбольнице Барнаула. До начала проекта, например, никто из врачей не знал контактов социальной защиты. Теперь они знают. Сейчас мы отработали процесс передачи информации от врача в социальную защиту. Мы хотим сделать систему передачи информации от социальной защиты к врачу. То есть, когда человека наблюдают, чтобы врач был информирован. Если врач получает регулярно эту информацию, он тогда гораздо более информирован и может более оперативно вмешаться с одной стороны, а с другой стороны самому человеку меньше необходимости ходить к врачу. Чуть больше месяца назад в России началась гаражная амнистия. Жителям страны предлагают пять лет, в течение которых можно в упрощенной форме оформить свой гараж в собственность. Таких неофициальных построек в стране огромное множество. Даже в Барнауле сложно назвать их число. Но хотят ли люди стать законными владельцами гаражей и кто может рассчитывать на облегченную процедуру, знает Дмитрий Дроздов. Гараж не только для машин. Часто это склад, иногда даже место отдыха. Но многие жители даже не задумываются, что пользоваться этими постройками они не могут, ведь не являются их собственниками. Например, Арина Целегородцева почти 20 лет пытается оформить гараж от деда. Говорит, часто документы возвращали, желание пробовать пропадало. Я думаю, в конечном итоге все разрешится достаточно благополучно, потому что государство заинтересовано в том, чтобы мы отчисляли определенные виды налогов в бюджет. Пробует еще раз она и сейчас. С сентября в России началась гаражная амнистия. Это пять лет, в течение которых можно по упрощенной схеме и бесплатно оформить строение и землю под ним. То есть выкупать участок у государства или муниципалитета не нужно. Гаражи, подпадающие под гаражную амнистию, должны соответствовать прежде всего трем признакам. Они должны быть построены до момента введения в действие градостроительного кодекса, которые на настоящий момент действуют. То есть это до 29 декабря 2004 года они должны быть построены. Далее они должны быть не самовольными, капитальными, должны быть прочно связаны с землей. Сколько таких самоволов в Барнауле и сколько гаражей в целом неизвестно. Большая часть из них появилась в 90-е и лишь сейчас дети и внуки тех автомобилистов оформляют постройки. Так в 2018 году зарегистрировали почти 600 машиномест. В 2019 490, в 2020 больше полутора тысяч. На начало апреля этого года уже 628. А с начала амнистии фиксируют повышенный спрос. Выход есть даже у тех, чей гараж в кооперативе. Вот этот вопрос должен решаться в любом случае через совет дома, через общее собрание. То есть наша функция здесь какова? Мы можем дать какие-то контакты, взаимодействовать с советом дома, разъяснить им плюсы и минусы. А в целом алгоритмы прост. Для участия в гаражной амнистии нужно написать заявление на предоставление земли, приложить к нему документ, подтверждающий использование постройки, например, квитанцию коммунальных услуг. Все это направить в администрацию, МФЦ или Росреестр. За первой неделе амнистии в ведомство обратилось 10 человек. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. 40 килограммов наркотиков столько в этом году обнаружили кинологические собаки, которые несут службу в Алтайском крае. Их называют героями, но даже герои уходят на пенсию. И бывшим служебным псам ищут гражданских хозяев. Такое объявление накануне появилось в соцсетях. Появилось оно ненадолго, желающих приютить заслуженного пса не так мало, но не каждый для этого подойдет. Что требуется и кто они, собаки, при исполнении, расскажет Анастасия Наборщикова. Овчарки набирают лайки и сотни недовольных комментариев. На днях подписчики соцсетей назвали трех служебных собак в Алтайском крае бездомными и осудили их двуногих наставников. Столько людей работает в ваших УИЗ и не могли забрать себе пенсионная реформа в деле. На благо родины, а тут пенсия. Мы нашли одного из четверолапых. Его зовут Грей и он на службу УФСИН. Там, где заключенные отбывают наказание, его задача охранять. УФСИН. Не прокусывай. Не, не прокусывай. Вы сейчас ничего не почувствовали. Ну, конечно. У всех есть свой срок службы, возраст. Все точно так же, как и у людей. У собак. Единственное, что у собак век намного короче. Некоторые устают очень сильно на службе. У некоторых зрение, слух начинает пропадать. Мы просто обязаны передать собаку, снять с баланса с учреждения и передать собаку другому владельцу. Такая участь ждет каждого. Проводом на пенсию сослуживцев кинологи подходят ответственно. Им важно найти для пса того самого человека. Первому встречному не отдадут. Необходимо пройти обучение, выдержать период знакомства и привыкания. Важно показать себя ответственным и надежным преемником. В этой части только овчарки и преимущественно немецкие, хотя сегодня на службу берут даже корги. К слову, пол тоже не важен. Различия только в дрессуре. Четверолапые дамы, как двуногие, требуют внимания. С парнями эмоций меньше. По этому принципу Алексей и выбрал себе щенка. Этому щенку шесть месяцев он уже устал сидеть. Вообще в принципе с щенками сложно воспитывать с нуля. Они еще вообще в принципе не понимают. Но хорошо то, что проявляют интерес ко всему абсолютно. Все интересно. Тяжело было расставаться с ним больше? Я с ним не расстался еще. Сейчас две собаки. Хозяин Грея так поступить не может. Выиграв на соревнованиях золото края, он узнал цену этой собаки. Поэтому хозяин для кобеля уже найден. Завоевать же свою награду для Алексея и Хана мечта, которая уже обозначена целью. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Эвалар. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok